Продолжение следует... ...которые разрабатывают новую антологию и проекта, который, ну, вообще философски интересен. Вот три такие сюжета, и я буду опираться здесь в основном на ту литературу, которая по анархофеминизму есть на английском языке, сегодня на немецком языке, на русском очень мало, как вы знаете, да, и, ну, сейчас какие-то переводы делаются. И здесь будет несколько моих собственных каких-то мыслей небольших, которые уже в третьей концептуальной части будут предложены. То есть в основном я буду передавать то, к чему пришли на данный момент по этому вопросу за рубежом, а сама добавлю от себя что-то уже в конце, и я это обозначу отдельно. Ну, собственно, определение анархофеминизма дают, естественно, все авторы, которые об этом пишут, какое-то свое, да, ну, все они сходятся в том, что это некая специфическая форма феминизма, которая связывает борьбу с патриархатом, с борьбой с государственностью и капиталом. Да, то есть это, в принципе, в целом критика отношений власти. И, ну, я здесь опиралась во многом на авторов Стэси и Селли Дерити, я подозреваю сильно, что это псевдонимы, о них мне мало что удалось выяснить, но Селли Дерити, это звучит слишком красиво, да. Но, так или иначе, вот это их такое определение, да, специфическая форма феминизма, критикующая любые отношения власти, в частности, гендерные. Борьба с патриархатом как часть борьбы против государственности и капиталов. Интересно то, что вместе с тем некоторые современные философы рассматривают анархофеминизм как такую, точнее, анархистскую борьбу, как неотъявленную часть феминистской борьбы. И я много где это встречала, и вот я сейчас переводила большой-большой текст Пегги Корнеггер про связь между анархизмом и феминизмом как революционными концепциями. И у Сьюзен Браун это тоже есть, и вот они утверждают, что анархизм представляет собой политическую философию, противостоящую отношениям власти, и в этом смысле она носит чисто феминистский характер. Это часто встречающиеся и распространенные определения у меня вызывают некоторые сомнения, и я отмечаю специально его дискуссионность. То есть не слишком очевидно это тождество, но об этом я скажу дальше. Это вопрос о том, что даже самоопределение в некотором смысле еще проблематично. Я перехожу к первому сюжету, это историческая справка. Сложно выделить какой-то конкретный момент зарождения анархофеминизма, и я бы, наверное, оттолкнулась от Мэри Уолстонкрафт и Уильяма Годвина. Конечно, Мэри Уолстонкрафт не использовала тех понятий, которые мы сегодня используем для определения анархофеминизма, но ее представление о свободе, который она разделяла с анархистом Годвином, дает нам повод заподозрить ее в том, что она, видимо, с каких-то анархистских позиций рассматривала освобождение женщин. Ее полемика с Руссо примечательная, где она приходит к идеям конструктивизма гендерного. Она, конечно, не носит чисто анархистского характера, но в совокупности мы можем предположить, что, видимо, она приближалась к идеям анархофеминизма. Ну, а затем, наверное, следует выделить Пакунина, конечно, который говорит о патриархате как о проблеме. О проблеме угнетения женщин, угнетения всего человечества через угнетенность женщин. И с его точки зрения женщины должны освободиться ради поиска собственного пути в жизни. Он предчувствовал некий кризис авторитарной модели нуклеарной семьи, вообще кризис брака. Но, с другой стороны, мы знаем, во-первых, Жозефа Прудона, который, напротив, рассматривал семью как некую устойчивую ячейку, неотъемлемую часть общества. И с его точки зрения женщина, напротив, должна была быть подчинена роду, выражаясь языком Симона Дубуар. И поэтому можно заключить, что на данном этапе не было единодушия в рядах анархистов по вопросу, касающимся женщин. Начиная с 1860-х годов в анархистской риторике о государственности и о капитале появляется проблематизация гендерного вопроса. И впервые в культуре начинают подвергаться критики какие-то классические маскулинные модели эксплуатации, состязательность, агрессия, доминирование. То есть важные части маскулинной культуры. И вот здесь возникает такая интересная деталь. Получается, что если анархисты исходят из необходимости преодоления агрессивности, состязательности, конкурентности, доминантности в культуре, они уже автоматически уходят с маскулинных позиций, так как эти качества приписываются в культуре мужчинам. То есть они уже встают на какие-то феминистские позиции, что, в общем-то, очевидно для этой логики. И поэтому, да, поэтому даже не называя себя феминистами, анархисты в большей степени выступают именно в этом качестве. В 1890-е годы здесь заслуживает внимание Аргентина и Женя Больтон, которое создает газету «Голос женщин». И эта газета провозглашает себя как такого борца за распространение идеи коммунистического анархизма. И главная тема – это борьба с браком как форма отчуждающего контракта. И появляется впервые тема свободной любви. Это такой первый шаг к современным уже дискуссиям о море или о каких-то практиках подобных. Ну и возникает тема социальной революции в этой риторике. В Аргентине она активно представлена вот в этой газете «Голос женщин». Номера этой газеты, кстати, сейчас есть в интернете, их можно посмотреть. И даже переводы какие-то мне попадались. На рубеже 19-20 веков в городе Паттерсон, Нью-Джерси, возникает тоже интересная такая ветвь анархистского движения. И, кстати говоря, вот если кто-то смотрел, я думаю, фильм Паттерсон, там есть такой эпизод, где в автобус заскакивают двое анархистов, мальчика и девочка. И они обсуждают как раз этот самый период, когда происходили вот эти вот анархистские выступления. И это целый эпизод, он длится несколько минут у Джармуша. И не совсем понятно сначала, почему он использует именно этих персонажей, но мы понимаем, что это период расцвета анархистского движения в городе Паттерсон в это время. И большинство анархистов — это итальянские мигранты, и среди них очень большое количество женщин. И они играют важную роль в движении. И вот северитальянские мигрантки Мария Роде, Эрнестина Кравелло и Нинфо Баронио основали Паттерсонскую группу женской эмансипации. Она так называлась. В 1897 году она была основана. И среди ее основных достижений, наверное, можно отметить, ну, во-первых, то, что они делали собственные лекции, во-вторых, то, что они выпускали собственную газету. В-третьих, они организовали клуб женской музыки, женской песни и женской музыки вообще. И, что самое интересное, они организовали социальный театр. И вот эта практика, она вообще много где будет встречаться в революционных движениях. Мы вспоминаем Махновский театр тоже, да, самодеятельность. И в их театре ставились такие пьесы, которые были посвящены деконструкции католической морали и прославлению женской эмансипации и сексуальной свободы. И это контрастировало сильно с мужским революционным театром, что само по себе тоже интересно, потому что, если говорить о мужчинах, которые в это же время тоже ставили пьесы, посвященные революции, там всегда был такой сюжет, где героический революционер спасает несчастную женщину. Вот в женском театре это было не так. То есть попытка какого-то женского искусства она предпринималась уже на рубеже веков. Вообще патерсонская группа анархофеминисток вдохновляла очень многих девушек и женщин по всей стране. И возникали новые и новые ячейки. Это были уже девушки и женщины, которые создавали какие-то свои радикальные книжные магазины, создавали свои клубы, группы, создавали свои проекты, брошюры, лекции. В общем, шла богатая культурная жизнь, и можно сказать, что это такая влиятельная группа в патерсоне, которая оставила существенный след в культуре. В это же время возникает такой классический анархофеминизм, уже как таковой. Это Эмма Гольдман, это Вальторина де Клер, это Люси Парсенс. Я не буду сейчас о них подробно говорить, потому что была презентация Эмма Гольдмана этим летом, о ней очень много говорилось уже. Я не хочу сейчас просто потратить время на повторение тех же вещей, но этот момент стоит отметить. То есть это рубеж веков. Следующий этап, который, наверное, очень примечателен, это 20-30-е годы в Германии, когда возникает фраунбунд, то есть женский синдикалистский союз. Здесь я хотела бы немножечко подробнее остановиться, потому что в России нем мало что известно. Я как раз читала сейчас большой сборник с их манифестами, воззваниями, описаниями их деятельности. Хороший сборник у нас в Феминфотеке в Питере он был. Как раз вот одна девушка привезла из Германии его. Мне посчастливилось с ним познакомиться. И главные фигуры в этом женском синдикалистском союзе – это Милли Виткоп. Она была женой Рудольфа Рокера, Хайрта Барвик и Эми Кёстер. И у них была очень интересная такая вот судьба. В 1919 году, когда сформировалось сообщество, свободное объединение рабочих, по этой Унионой Deutschlands, они включились в эту рабочую борьбу. Основными принципами этой борьбы был федерализм, антипарламентаризм и антимилитаризм. И теоретически их действия и их объединение вообще восходило в Кропоткину с одной стороны и Ландауру с другой стороны. И там, конечно же, быстро встал вопрос о положении женщин, что вполне предсказуемо. И на учредительном конгрессе в 1919 году было принято такое постановление, что необходимо объединять всех женщин по профессиональному признаку, но не только на предприятиях, как это делалось обычно, особенно в марксистской практике, но также и женщин, которые заняты домашним трудом, то есть это домохозяйки, как мы их сегодня называем, чтобы они не были на обочине труда, чтобы они не оказались за бортом вот этого глобального революционного процесса. И в 1920 году возникает этот союз, женский синдикалистский союз. И основной его принцип состоит в том, что человечество не может быть свободным, пока не свободны женщины. В основе, конечно, этой идеи анархосиндикализма. И они представляли собой своего рода автономию внутри вот этого большой ассоциации трудящихся, Большого союза рабочих, который в Германии существовал. Это как бы такая женская группа. И что им удалось сделать? Им удалось вызвать полемику в немецком обществе по гендерному вопросу, что было очень важно. На тот момент они были первыми. В общем, можно сказать, что нет был консенсус относительно того, что социальные перемены возможны лишь в том случае, если для начала хотя бы мужчины в этом анархосиндикалистском союзе, не говоря уже о мужчинах в НИИГу, согласятся поступить со своей властью и воспринять на равных своих подруг боевых и преодолеть патриархальные установки. Это было неочевидно на тот момент. К этому были не готовы многие из тех, с кем они боролись плечом к плечу. Дальнейшее освобождение должно было быть уже, конечно, делом рук самих женщин. Понятно, что освобождение рабочих – дело рабочих, освобождение женщин – дело рук женщин, но от мужчин ждали готовности. И пока мужчины зрели, женщины начали объединяться в собственные группы, где они пытались наверстать упущенное за века, за десятилетия своей биографии, по крайней мере. И туда действительно вошли и домохозяйки тоже в эти объединения. Собственно, какая была у них повестка? Там очень интересные у них документы. Особенно интересно по поводу сирот, как они предлагали решать проблему сиротства в обществе вообще. Здесь мне хотелось бы перекинуть, наверное, мостик – это маленькое лирическое отступление в монографию по направлению антропологии Леонор Ликок, где она исследует канадских индейцев и рассказывает примечательный эпизод, собственно, с помощью которого я сейчас и поясню, почему же было важно решить вопрос о сиротах. Когда колонизаторы европейские пытались поработить индейцев и пытались обратить их в христианство, убеждая их, что вот вы здесь аморальные, безнравственные все, а мы хорошие и правильные. И вот, посмотрите, мы любим детей, семью и Бога. Индейцы им возражали. Нет, на самом деле вы вообще не любите детей, потому что вы любите только своих детей, потому что они для вас являются средством передачи вашего капитала по наследству. И в действительности вы любите свой капитал. Чужих детей вы не любите, в вашем обществе очень много сирот. В свою очередь, говорили индейцы, в нашем обществе сирот нет вообще, потому что каждый ребенок – это ребенок всех людей в этом обществе. И каждый считает себя ответственным за его судьбу. И посрамленные колонизаторы вынуждены были, видимо, признать их правоту. Не знаю уж, как они реагировали, документов об этом не осталось, но сам этот эпизод весьма примечательен. И, собственно, проблема сиротства, поэтому ставилась женщинами очень активно в этом движении. Ну, кроме того, воспитание детей в целом, не только сирот, но и собственных детей. Как-то нужно было организовать горизонтальное образование, горизонтальное воспитание, секулярное образование, прежде всего. Они боролись активно с религиозным влиянием в воспитании и образовании. Проблемы быта и пропитания, проблемы участия мужчин в хозяйстве, проблемы участия мужчин в воспитании детей, проблемы половых отношений, проблемы женского здоровья. И много-много-много всего обсуждалось. Создавались рабочие группы, возникали курсы, публиковались брошюры, доклады. Так или иначе, шла некая глобальная общественная дискуссия. И она шла целых 10 лет. Это гигантский период времени, на самом деле. И это очень большое количество вовлеченных в эту дискуссию людей. Цели и принципы женского анархосиндикалистского союза были примерно такие. Сейчас их перечислю. Вот я по разным материалам их выписала. Само управление и прямое действие. Отказ от любой политической власти. Без государственности полный отказ от любых институций государства, поскольку государство – это политический аппарат насилия в господствующих классах. Далее, противостояние всем церковным институциям. Церковные и государственные системы образования. Антимилитаризм, антинационализм, защита прав меньшинств, право на самоопределение и либертарная педагогика. Ну, вот такой список, вполне себе соответствующий нашим нынешним текущим представлениям об анархокоминизме, уже возникает в Германии в период с 20-х по 30-е. Годы. И главная их задача сводилась к тому, чтобы не улучшить существующий мир женщины, как он сложился, а расширить его максимально для того, чтобы женщины влились в общую семью трудящихся. И они полагали, как я уже сказала, что женская эмансипация – это вопрос значимый не только для самих женщин, но и для всех. Для детей, конечно, тоже, которых эти женщины воспитывают, для их партнеров, мужчин и так далее. И у них было два интересных пункта, которые немножечко отличают их, на мой взгляд, от других союзов, которые мы сегодня рассматриваем в контексте анархофеминизма. Первый пункт – это аргумент. Они утверждали, что исторические женщины всегда составляли такой основной оплот всяких реакционных тенденций – милитаризма, шевинизма, ксенофобии, патриархата и прочего-прочего. И если бы анархисты смогли заполучить это большое количество женщин, настроенных таким образом, они бы смогли, наконец, представить собой какую-то большую силу серьезную. До этого момента им женщины противостояли. И это была тактическая задача, такая немножечко манипулятивная, но весьма впечатляющая. Второй момент – это их взгляд на право голосовать. Потому что мы привыкли, что vote, суфражизм и борьба за право голосовать – это связано как-то с женской эмансипацией. У них была совершенно другая позиция по этому вопросу. И мне хотелось бы ее представить коротко. Фактически они говорили, что как только женщина получает право голосовать, парламентаризм становится настолько сильным, что избавиться от него становится ровно в два раза сложнее. Парламентаризм они представляли как порочную систему. И поэтому они выступали не то чтобы против права голосовать, а против вообще такого института, как голосование. Ну, такая дискуссионно интересная позиция. То есть они не связывали это с эмансипацией. Они, наоборот, говорят, что теперь все угнетены еще в сто раз больше. Надо бороться с парламентаризмом, а не за право голосовать. Здесь мы видим четкое разограничение между суфражизмом и анархофеминизмом, по крайней мере, образца Клоуенбунт. Но, конечно, несложно догадаться, что после 1933 года судьба большинства активисток неизвестна. То есть кто успел, тот сбежал. Те, кто не успели сбежать, были репрессированы. Есть известие о казнях, о том, что они попали в лагеря. Но что понятно, в общем-то, потому что это самые большие, такие радикальные борцы с режимом были. В чем их достижение, если коротко? Это то, что им удалось объединить огромнейшее количество женщин. И они успели оставить след в воспитании целого поколения. Потому что 10 лет – это довольно длительный период, особенно по меркам быстрого взросления детей. Они сделали возможную женскую борьбу за либертарные идеалы общества, огромный культурный след. В частности, весьма интересен их журнал «Шафендефрау», то есть творящая женщина или творческая женщина, где вот такое весьма… ну, empowerment, да, такое, как мы сегодня говорим. То есть читать очень интересно. И я думаю, что в ближайшее время вот мы переведем что-то. Я уже начала переводить потихонечку их документы. И фрагментами мы будем в Лос-Феме их публиковать. Скорее всего, там небольшие текстики, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, наверное, что-то и переведем. Очень хочется, чтобы это было на русском просто, да, потому что хочется этим делиться, когда находишь такой, потому что, вау, круто. Кроме того, к достижению можно отнести то, что Виткоп, Милю Виткоп, одной из первых, нащупала популярный среди феминисток тезис о тождестве личного и политического, да, и она указала фактически на необходимость уточнения женской перспективы в риторике об освобождении всех людей. То есть эмансипация. Не просто эмансипация, да, эмансипация с учетом гендерного вопроса. И, кроме того, возник новый социальный опыт коммуникации, организации. И одна из самых интересных частей этого опыта, на мой взгляд, это коммунно-матерей, которые возникали там. То есть такой не совсем типичный тоже формат, и об этом мало что на русском есть, когда действительно возникали целые сообщества, где матери помогали друг другу вести хозяйство, воспитывать детей. И это вот, ну, такие автономные объединения, не организованные сверху и никак не институционализированные государствами. Вот. Ну, таковы, значит, особенности женского союза, женского синтекалистского союза в рамках объединения рабочих в Германии с 1920 по 1930 годы. Следующий этап – это Мухаррес Либрес, «Свободные женщины Испании». Я не буду очень подробно о них говорить, о них довольно много уже есть на русском. Но я скажу пару слов буквально. Это 1936 год в Испании организует эту группу, это объединение «Лусия Санчес Саурнил» в 1936 году. Лусия Санчес Саурнил сама по себе весьма интересная фигура. Дело в том, что она была писательницей и лесбиянкой. И в то время, когда была криминализирована гомосексуальность, она только вот в качестве писателя, то есть она писала под мужским псевдонимом, могла реализовывать свои творческие воззрения на женскую сексуальность. И ей удавалось скрываться за этим псевдонимом. Ну, вообще весьма интересная судьба в этом смысле. И что можно сказать о Мухаррес Либрес? Мухаррес Либрес – это группа, отколовшаяся от… Точно так же, как и Каунбунд, они откололись только уже от Федерации Анархистов Испанской. И они… Ну, сколько их было? Около 30 тысяч примерно. Ну, это впечатляет. Представляете, 30 тысяч анархофеминисток. Что это вообще такое, да? Ну, сложно сейчас поверить в это. В основе их борьбы лежал принцип двойного освобождения – это социальная революция и женская эмансипация. То есть они так формулировали сами свою кредо. И в рамках этого процесса возникает целая сеть групп женских, которые сотрудничают, которые практикуют взаимную помощь, взаимодействие. Возникают центры помощи женщинам, пострадавшим от насилия, центры коммуникации женщин, где они могут обсуждать какие-то текущие политические, экономические и прочие проблемы. И Федерико Монсенни, такая известная представительница Ницшианка и Штернирианка из «Мухэрес Либрес», вот такое делает высказывание. «Борьба с сексизмом приближает социальную революцию, свержение патриархата добьются умные и воинственные женщины будущего». Представляете, какая ответственность вообще после этих слов лежит на всех нас. Для этого она считала, нужны литература и искусство. Это не очень распространенный взгляд, то есть она видела задачу, именно литературу и искусство, тактическую задачу, значимую для революции. Обычно мы встречаем другую интерпретацию, что это нечто самоценное, вот она как-то это связывала. «С их помощью можно будет переосмыслить свои роли и выработать стратегии борьбы», утверждала Федерико Монсенни. Вообще наша группа тоже перевела ее один текст, Федерико Монсенни, и там немножечко еще анализа ее размышлений. Там не все бесспорно и не все очень последовательно, но мы знаем, что где мы найдем мыслителя 100% последовательного, это скорее фича, а не бага, как мы говорим сейчас. И что здесь еще интересно. Собственно, первыми Мухерас Либрес обнаружили такую проблему, о которой потом уже писали многие другие. Авторы и авторки, они обнаружили проблему в мужском анархистском движении, проблему мужской гомосоциальности. То есть, когда мужчины в движении провозглашают некий принцип равенства, но на практике, когда заканчивается собрание, они идут с мальчиками куда-то там выпивать или что-то делать, а девочки остаются там, либо, ну, расходятся по домам, либо идут готовить им, либо что-то еще. И эта проблема гомосоциальности мужской, проблема мужских объединений за пределами вот этих вот объединенных групп, она, в общем-то, приводила к тому, что обесценивались и женские проблемы, и вопросы, которые волновали женщин, и, собственно, женский опыт. И получалось так, что да, в теории мы все равны, после революции мы окончательно станем, но пока, извините, мы пойдем с парнями выпьем. И это немножечко напрягало ему Хэрис Либрис, потому что им надо было как-то бороться вместе. Но сами понимаете, это же гражданская война, они черт знает что. Поэтому женщины чувствовали себя немножко некомфортно, и поэтому они решили, точно так же, как и синдикалистский союз женщин, пособившийся, создать собственную автономию, где они могли бы что делать? Практиковать речь. Потому что мы знаем, что женщина, это персонаж безмолвный исторически, и она не говорит. Они пытались вырваться из этого молчания, и тренироваться, и дискутировать, и что-то обсуждать. И таким образом преодолевать опыт травмы, то есть обсудить сначала его, а потом его преодолеть совместно. Это была их основная задача. И это было объединение женщин внутри общего анархосиндикалистского движения. Они сказали, окей, мы вас поняли, но мы пойдем освобождаться сначала сами, а потом вернемся к вам, вероятно. Каковы их достижения? Опыт организации социальных пространств для женщин, тоже, как и в Германии, это было очень большим достижением. И очень многочисленные группы возникали, тоже вдохновленные Мухарас Либрос. Организация либертарных школ. То есть мы видим либертарные педагогики, как появляется и здесь тоже. Собственная пресса. Опыт выработки собственных принципов организации быта. То есть они сами разбирались, что и как, и где. Но в общем-то гражданскую войну для Испании это характерно. И когда там христиане считают Кропоткина, хлеб и воля после трудового дня, не знаю, сиди где-то вместе, это примерно то же самое. Это захватило и мужчин, и женщин. То есть это важно отметить. Подлинная эмансипация и субъективация женщин. То есть возникает некий женский субъект, женщины вырабатывают в себе субъект. В мужских группах их не слышат, их перебивают, они не могут высказаться, но друг с другом тренируясь, они приобретают навык говорить точно так же, как мужчины, их современники, и учатся вовлекаться в историю, скажем так. И горизонтальная организация труда. Это тоже очень важная их особенность. Вот если вкратце о Мухэрис Либрис, то, наверное, здесь все тоже. Но, как я уже сказала, о них довольно много в интернете сейчас есть, публикуются их тексты, и это все можно найти. А Федерико Монсени вот вам торжественно обещают переводить еще. Если кто-то хочет, присоединяйтесь, я буду рада, потому что у нас очень мало переводчиков, и мы просто горим вообще. Любые языки, вот у кого какие есть, давайте обменяемся координатами в конце сегодняшнего мероприятия и обсудим, может кто-то хотел бы тоже что-то попереводить, чтобы у нас на русском это тоже было. И последний момент в этом сюжете, историческом сюжете, это современность. Но здесь тоже сложно ставить точку, потому что современность еще длится. Важно сказать то, что общей чертой для всех процессов современности является антиерархизм во всем. То есть в семье, в быте, в образовании. И важнейшую роль сыграла в этом смысле либертарная педагогика. Вот сегодня в Нью-Йорке действует школа, которая полностью работает по Франциску Ферреру, например. То есть, как бы невероятно, но факт. И это традиция, которая перешла уже в практику, весьма интересный аспект. Ну вот Википедия, например, как русскоязычная, так и англоязычная отмечает то, что анархофеминизм очень тесно связан с экофеминизмом. Но я бы здесь не стала уходить в этот сюжет, потому что, мне кажется, это отдельная какая-то ветвь, и здесь много чего можно сказать. Но я хотела бы просто прокомментировать, почему это так. В принципе, это очевидно, но, наверное, не лишнее. Еще раз это уточнить. Для анархофеминизма важна власть, в принципе, как проблема. Власть у нас имеет множество измерений, в том числе в отношении другого, и в том числе, если другим является природа. Современных авторов очень много, пишущих на эту тему. Список я могу поделиться, потому что я давно их собираю. Ну, вот Пегги Корнеггер я уже называла, говоря о том, что как раз переводила ее. Сьюзан Браун тоже, Кэти Фергюсон, крайне интересный автор. И Мария Мисс тоже много-много текстов. Интересно то, что в современных англоязычных анархофеминистских источниках появилось такое понятие, как мэнархист. Но не монархист, а мэнархист, как мужчина-анархист, так иронично называют мужчин, которые даже сегодня, когда уже весь этот антииерархизм активно воспринимается сообществом, настаивают либо на невосприятии феминистской повестки, говорят, что это неважно, или это смешно, или это нас разъединяет, или что-то еще. Либо они просто как-то отставят какие-то шовинистские принципы и придерживаются их негласно, например, артикулируя феминистскую позицию, но в действительности ожидая супчика от своей подружки. То есть таких ребят называют мэнархистами. Я об этом узнала, только готовясь к докладу, поэтому вот, да, делюсь. В 2000-теории небольшая, у анархофеминизма относительно небольшая. Поэтому я перехожу ко второму сюжету. Второй сюжет — это проблема. Проблемы анархофеминизма, какие сегодня есть. Но прежде всего, конечно, это маргинальность. Маргинальность в академическом сообществе и в особенности в академическом сообществе. То есть активно не признают академические фигуры анархофеминизма состоятельного антропологического проекта или учения. Ну и довольно невыраженная теоретическая разработанность в том смысле, что очень мало текстов. То есть если искать, то, в принципе, при желании можно найти все. И это плохо. То есть есть какие-то источники, вот Honor Chase Library, я думаю, что большинство присутствующих пользуются этим ресурсом. Или на той же академии по запросу анархофеминизма выходят статьи новых авторов, которые пишут сегодня. или какие-то сборники. Но в целом это можно пересчитать по пальцам, ну, наверное, двух рук или четырех точно. И это маловато. То есть довольно слабая теоретическая разработанность. И у этого есть некоторые причины. Я находила размышления на эту тему у некоторых авторов. Я сейчас коротко перечислю эти причины, потому что это есть основные проблемы. Ну, если это можно, конечно, считать проблемами. Но прежде всего некоторая острота и неотложность проблем в области практики женского субъекта становится причиной того, почему женщинам не до теории. То есть происходит очень много ужасных вещей в современном мире по-прежнему. Мы имеем дело с насилием, с домашним насилием, с разными формами насилия и рабства, и угнетения. И с такой позиции довольно сложно предаваться теоретическим студиям, которые могли бы просто быть прекрасны и существовать ради себя самих, как это происходило, например, в случае многих философов, где мысль порождала мысль. И это было прекрасно, хорошо и здорово. Но вот здесь это не получается в связи с тем, что мир по-прежнему страшен. Я здесь процитирую Лин Фэрроу, это современный автор, авторка «Феминизм как анархизм». Ее текст. Вот она говорит следующее. «В своем текущем положении женщины еще не сформировали интересы к теоретизированию, не увидели себя в этом важном аспекте социальных изменений. Начиная с гендерной социализацией и заканчивая непрерывными бытовыми заботами, девочки просто не попадают в области, из которой назначена теория». Ну, собственно, в этом и состоит их угнетенность, как мы можем предположить. И это приводит к замкнутому кругу. Женщины не теоретизируют, от них этого ждут, их начинают обесценивать, и так возникает еще большее обесценье женских так называемых видов занятости. Да, то есть тут есть отдельная проблема уже социальная. Вторая причина – это историческая маргинальность анархизма в академических кругах, естественно, на уровне официальной риторики и частичная историческая маргинальность феминизма. Надо понимать, что, конечно, все эти идеи находятся на задворках магистральных нарративов официальных, то есть каких-то университетских или медийных, или политических. Поэтому сегодня по-прежнему нам еще немножко стыдновато произносить эти слова. Но это я немножечко такой образ создаю, не гротескный, но тем не менее это вызывает вопросы. Когда, например, девочка приходит в магистратуре писать диссертацию магистрскую по теме анархофеминизма, преподаватель ей говорит, что вообще, что вы себе придумали, какой феминизм, какой анархизм, это же для хулиганов. Это преподаватель, остепененный, нормальный человек в современном университете в Петербурге был такой случай, со мной делились просто. Такого вообще нету, никакой философии у них ничего нет, и вообще там одни негодяи и дураки. Собственно, маргинальность проблематики анархофеминизма в академическом сообществе в свою очередь имеет тоже две причины, как мне представляется, прежде всего, это то, что представителями академического сообщества в основном являются люди среднего класса, и представители этого класса заинтересованы в самосохранении текущей системы, в том числе системы власти, и поэтому, конечно, ее обслуживание и воспроизводство, ну, как мы знаем от Альтусера, не знаю, Бадью или Фейрабенда, они вынуждают их закрывать глаза на многие важные современные тенденции и какие-то процессы, которые запускают, ну, в частности, анархофеминистская или подобные ей теории. Но, во-вторых, академическое сообщество в основном состоит из мужчин, и часто, не имея подобного опыта, они просто не различают значимости того, о чем хотят говорить женщины, девушки, и просто в их социальном опыте ниоткуда возник к такому пониманию, поэтому они часто отвергают это, ну, и, кроме того, разумеется, риск утратить возможные существующие привилегии, патриархата, тоже наверняка их как-то отращают от этой тематики. Следующая причина некой маргинальности анархофеминизма или слаботеоретической разработанности связана с тем, что ряд работ на эту тему просто не использует это слово анархофеминизм, ну, казалось бы, банально. Как-то оно заменяется, то есть множество текстов, но их не относят, потому что там нет вот этого хэштега, и все, и мы их не распознаем в этом качестве. В начале 20 века это слово часто было связано с буржуазией, с представлениями о буржуазии, в частности Мухеррес-Либрес отстаивали идею о том, что, да, феминизм это, ну, что-то, наверное, буржуазное, хотя в действительности они же и ставили эту проблему, и они первыми по-настоящему выдвинули в широкой политической повестке этот вопрос. Но, да, здесь, конечно, с употреблением этого слова исторические трудности есть. Кроме того, есть, то есть, почему это слово не используется? Часто феминизм уже включается в анархизм автоматически. Это самая популярная идея. На любом собрании, где сидят анархистки и анархисты, можно услышать от анархистов идею о том, что зачем этот феминизм нужен? У нас и так уже есть анархизм, он против всех видов власти и так выступает. Зачем эта конкретизация? Зачем эта тавтология? Ну, действительно, эта тавтологичность кажется. Но на самом деле оказывается, что если присмотреться, что это не так уж очевидно, если посмотреть на Продона, на того же, мы же не можем сказать, что он разделялся, взгляды. Значит, какие-то исключения есть. И этому же вопросу посвящена монография Аксельберг «Свободная женщина Испании». как раз исходит из тавтологичности анархофеминизма и не употребляет это слово, что тоже довольно странно. Я приведу несколько доводов в пользу конкретизации анархофеминизма в отделении его из общего анархистского дискурса, потому что здесь есть несколько серьезных аргументов. Мне очень понравился тезис автора Кита Курин. Она делает такое афористичное высказывание. «Женщины часто действуют анархистски и не называют себя анархистками. Мужчины чаще называют себя анархистами, чем действуют анархистки». Ну, такая фигура забавная получается. Но с чем это связано? Кита Курин связывает это с тем, что в воспитательной настройке маскулинности не присутствует просто установки на другого, на эмпатию, на то, чтобы прислушиваться к кому-то. Хотя в действительности это и составляет суть этики анархизма. То есть, если мы говорим об этике анархизма, это и есть этика бытия с другим, этика эгалитарного бытия с другим. Но понятно, что анархизм теоретически всегда включал в себя феминизм, однако, как отмечают Кита Курин тоже, что это значит на практике, стало известно только лишь в последние годы. То есть, теоретически это знали всегда, но как это реализовать начали обдумывать лишь недавно. И вот здесь я процитирую Ханну Митчелл. Она пишет так, «Рассуждая о свободе будни, выходные, мужчины все равно ждали свой обед с домашними пирогами и мясом по-французски, как и их товарищи реакционеры». То есть, опять же, риторика, практика здесь расходится, и Ханна Митчелл это отмечает. Ну, это вот еще одна проблема. Кроме того, и здесь я уже сошлюсь на Марию Лугонес, это авторка из, скорее, сферы постколониальных исследований, она утверждает, что мужчины часто просто не могут в силу включенности в свой опыт увидеть что-то другое, поскольку оно никак не проявляется в этом опыте. И это, в общем, нормально для власти. Если ты находишься в позиции власти, ты не видишь, каково тому, над кем она осуществляется. И вот с этим Ханна Митчелл в частности связывает такую очень прискорбную тенденцию в целом ряде профсоюзов, анархистских профсоюзов, в частности в профсоюзе резистенция в Штатах в 20-е годы, когда женщин просто исключали из профсоюзов. Потому что они представляли какие-то лишние вопросы, лишние повестки. Их просто изгоняли или старались провести собрание без них, как-то ухитриться, это сделать. В общем, такая практика была, и исследование этой практики посвящена целая статья. Как я сказала, про источники сейчас не буду, чтобы времени тратить. И последняя проблема, из-за которой необходимо конкретизировать феминизм анархистской повестке, это то, что мужчины часто не могут признать домашний труд трудом. То есть говорится о том, что это не труд, это просто нечто само собой разумеющееся, труд это на фабрике, труд это на производстве, в конце концов в конторе, но не дома. И необходимо артикулировать это отдельно, как утверждают вот эти авторки. Собственно, Сьюзан Браун, на которую уже ссылалась, отдельно утверждает, что, правда, она здесь про новых левых говорит, что они просто не воспринимали женщин всерьез, и в основном концепция человека, за которую они всячески высказывались, и которая была у них на знаменах, это была концепция мужчины. Под человеком понимался именно мужчина, без всякой конкретики, и это тоже приводило к исключению важных для женщин вопросов. Это я сейчас перечислила причины, по которым следует уточнять феминистский компонент в анархизме. С этим были согласны не все, повторюсь, Мухарес-Либрес, например, этого не делали, и нам против, считали, что это все включено уже в анархизм, но практика показала обратное. Я думаю, что в опыте кого-то из присутствующих точно есть то же свидетельство того, что это не всегда очевидно, даже когда это очевидно на уровне теории. Следующая причина, по которой анархофеминизм оказывается маргинальным в академическом сообществе и в целом в обществе, это то, что многих женщин просто отпугивает слово феминизм, я думаю, все с этим так или иначе сталкивались, это что-то страшное. Слово анархизм, кстати говоря, тоже, особенно если их произнести друг за другом, то человек вообще рискует упасть в обморок совсем. Поэтому, конечно, многие не используют его, хотя готовы, как показывает практика, объединяться в каких-то актуальных тем и были случаи, когда действительно серьезные женские союзы возникали вокруг актуальных вопросов без вот этого хэштега анархофеминизм и все было в порядке и они справлялись с решением своих задач, но просто вот по инерции побаивались этого монстра. В особенности, если это касалось каких-то повседневных задач, даже женщины без политического революционного опыта вполне успешно их решали. Ну, кстати говоря, я могу по своему опыту сказать, что в градозащите это очень часто встречается, когда женщины прекрасно, как настоящие львы просто, львицы, бросаются защищать какое-то важное для истории место, и нет им равных в этом, но слово феминизм ужасно отпугивает, но они объединяются в абсолютно анархистскую группу, эгалитарную, без лидера, без ничего, и тогда она действует успешно, но просто без этого ярлыка может быть действительно у этого аргумента есть какая-то почва. И, наконец, последняя причина, по которой анархофеминизм часто оказывается маргинальным, это то, что, в принципе, сам академизм институционален по своей природе, да, и непонятно, вообще надо нам туда или нет, это тоже отдельно дискуссионный вопрос, академические институции иерархичны или элитарны, и, ну, путь ли это для анархизма, вот в чем вопрос. Хотя, несомненно, с другой стороны, мы знаем, что многие идеи в обществе для того, чтобы стать частью повседневной культуры, проходят апробацию через восприятие именно академического слова, да, то есть появляется какой-то трактат, и он влияет на культуру, и люди начинают об этом размышлять и включать это как-то в свои действия, ну, например, Джодит Батлер же очень сильно повлияла на нашу повседневность, то есть это академическая фигура, но непонятно, как с этим быть и как увязать вот эти вот эгалитарные устремления и академические позиции тех, кто о них говорит, и вот эти тексты, о которых я говорю сейчас, это же тоже тексты академических фигур, как они это увязывают, для меня это большой вопрос, я не знаю, как на него ответить, но я делюсь им с вами в данном случае. Вот, но все это, все эти проблемы, которые обусловили некоторую маргинальность анархофеминизма, конечно, не должны помешать нам ставить вопрос об актуальности собственной повестки, да, и о концептуальной специфике анархофеминизма, и я сейчас перехожу к третьей части своего доклада, это концептуальная специфика, да, то есть я предложу только ее набросок, все, что я смогла собрать по разным текстам и додумать сама, вот сейчас я представлю, как раз. очевидно, что общих мест с другими концепциями, социальными, политическими, довольно много, я не буду на них подробно останавливаться, потому что общие места весьма очевидны, прежде всего, с марксизмом и анархизмом будет общим неприятие капитализма, да, в анархофеминизме, общие с анархизмом это неприятие государства, и общие с феминизмом неприятие патриархата, то есть это общие места, и здесь мы действительно везде найдем какие-то параллели. Но мы видим одно сплошное «не-не-не», неприятие того, неприятие сего, неприятие этого, а в чем же будет утвердительный проект, что утверждает анархофеминизм? Для того, чтобы подобраться к этому тезису, необходимо разделить его сначала с другими видами феминизма, потому что это разновидность феминизма. Прежде всего, радикальный феминизм, каждый пункт будет весьма сложным, проблематичным и неоднозначным, и я здесь просто делаю некий набросок, который, безусловно, дискуссионный. Вот, вначале я хотела бы, разводя анархистский феминизм и радикальный феминизм, сослаться на полемику, теоретическую полемику как раз в академической среде, как это не парадоксально, как мы увидели выше, где сначала возникает статья Трейси Харрис, которая пытается переопределить радикальный феминизм и вытащить его из чисто культурологической сферы в сферу какую-то более практическую, революционную. И ответ на эту статью Ред Соня, тоже авторка, которая размышляет об анархофеминизме, и этот ответ получает название «Прикарный союз анархизма и феминизма. Ответ на переопределение радикального феминизма». И эта полемика действительно прослеживается, следы этой полемики прослеживаются в целом ряде произведений каких-то сюжетов, связанных с радикальным феминизмом современности. Собственно, я сейчас приведу основные доводы критики анархофеминистки радикального феминизма. Прежде всего, это утверждение о том, что патриархат с точки зрения радикального феминизма это первичное и самое важное угнетение. Ну вот, шведская мыслительница, это я сейчас делаю маленький шаг в сторону, шведская мыслительница Дирдре Хоген утверждает, что такой тезис неправомерен, поскольку уничтожение сексизма не приведет к уничтожению капитализма или государства или власти вообще. Мы можем представить себе легко общество, в котором нет сексизма, но продолжает существовать капитализм и государство. И наоборот, тоже не работает. Мы знаем, что уничтожение капитализма не приведет автоматически к уничтожению сексизма и государственности. Поэтому возникает идея о том, и она обсуждается активно в феминистской полемике, что эти все формы власти очень тесно переплелись, и первая не значит главная. Даже если допустить, что патриархат возникает как первая форма власти, это совершенно не значит, что она является изначально главной, и тем более остается главной после всех взаимодействий с капиталом и государством, когда капитал начинает использовать патриархат в своих интересах, например. Или государство начинает использовать патриархат в своих интересах, например, как в вопросе абортов, правда, мы часто слышим и татистскую риторику, и гендерную риторику. И поэтому здесь такой момент спорный, и в этом основной пункт критики анархофеминистками радикальных феминисток. Кроме того, анархофеминистки часто ставят прёк радикальному феминизму, отсутствие классового анализа, но это общее место для всех анархистов, такое генерализирующее высказывание о классе мужчин и классе женщин. Здесь есть сразу несколько аргументов против этого. Во-первых, то, что мужчины и женщины разных классов переживают угнетение по-разному, то есть нельзя говорить о неком общем женском опыте, потому что опыт одной женщины из одного класса не будет таким же, как опыт, например, женщины из другого класса. Здесь мы подходим уже к теории интерсекции, но я не буду сегодня подробно о ней останавливаться, она слишком популярна и слишком широко обсуждается, и все о ней всё уже и так знают. Во-вторых, интересно то, что рабочий класс, когда говорят о том, что, радикальные феминистки говорят о том, что женщины и мужчины – это как рабочий класс и буржуазия, они упускают из внимания то, что рабочих никто не вынуждает и даже не побуждает любить буржуазию, вступать с ней в интимные отношения, готовить ей что-то с любовью, обнимать её перед сном и желать ей спокойной ночи. То есть это однозначно противопоставленные друг другу группы, которые не обязаны имитировать единство. Ну, в рамках национальной риторики, националистической риторики, конечно, обязаны, но на практике от рабочих никто этого не требует. Это женщины требуется, и женщины вступают в отношения с мужчинами, и они не могут, даже находясь в, по факту, антагонистическом положении друг к другу, в действительности быть антагонистами. Женщины вынуждены находить пути общения со своими отцами, братьями, мужьями, партнёрами и прочее. То есть здесь тоже возникает некоторая теоретическая проблема. И последний пункт критики анархистским феминизмом, радикального феминизма по поводу отсутствия классового анализа, это то, что у мужчин и женщин одного класса не полностью разные интересы. То есть, например, в получении какого-то нормального здравоохранения заинтересованы и женщины, и мужчины одного класса, и есть очень много общих интересов, и поэтому это тоже не похоже на два противоположных класса. Это вот София Хильсдоттер говорит, и я находила эту мысль ещё у некоторых мыслительниц, и эта мысль в итоге, как я понимаю, порождает весь интерсекциональный дискурс. Следующий пункт критики анархистским феминизмом, радикального феминизма состоит в том, что радикальный феминизм не критикует государственность, и мы знаем, что очень часто звучит предложение в этом женщинах президента, или женщинах политики, женщинах правителей и так далее, но не везде. Опять же, есть радикальные феминистки, которые выступают против этого, но так или иначе это встречается в ряде риторик, и поэтому анархофеминистки критикуют радикальных феминисток за это. Тоже не всегда. Кстати, тоже интересно, что та же самая София Хильсдоттер отмечает, что вообще радикальный феминизм 60-70-х годов во многом действительно приближался, и, кстати, у Пеги Корнегера я тоже это видела, приближался к полностью антивластным позициям, где риторика была не только о гендере, но в целом о власти, но не проработан был этот вопрос, и поэтому так много версий. То есть одни радикальные феминистские группы говорят о женщине-президенте, а другие говорят, что нет, нам не нужна власть, но каким образом мы будем преодолевать ее, не конкретизируют. Это то, что вот встречается у нескольких мыслительниц, и поэтому я выделю это в отдельный пункт здесь. Отсутствие критики государства. Соответственно, вот если подытожить, выглядит так. Критика отсутствия критики государства. Ну и часто упрекают радикальных феминисток и анархо-феминистки в скрытом эссенциализме. Он не артикулируется. То есть понятно, что любая радикальная феминистка скажет, анархо-феминистки или интерсекциональные феминистки, что вот мы не эссенциалистки, это упрек необоснованный. Но в повседневной риторике, если выйти за пределы теории, а взять именно речь из нашего обыденного измерения, часто можно встретить, как отмечают ряд авторов, то, что, например, мужское зло эссенциализируется. Что мужчина не может быть хорошим, ты все веришь в не таких, друг другу они могут говорить, женщина женщине. Или что женщины в принципе могут сделать больше, или что женщины лучше. Это тоже характерно не для всех радикальных феминисток, но есть масса радикальных феминистских групп, которые эту риторику используют. И поэтому вот этот вот мерцающий эссенциализм, он тоже ставится в укор радикальным феминисткам с позиции анархо-феминизма. Потому что если мы эссенциализируем мужское зло, почему бы нам не эссенциализировать женскую природу тогда? В чем тогда неправы реакционеры? То есть если дело в природе, то природа у всех какая-то предзаданная, так получается, в духе античной метафизики. В свою очередь радикальный феминизм призывает освободиться не от представителей мужского гендера, а от сведенности к функциям в рамках женского гендера. То есть это важно, да? И мужчины освобождаются не от каких-то абстрактных вещей, а от сведенности к мужскому гендеру, то есть выходят за пределы отведенных мужских ролей. И здесь вот появляется уже впервые мой тезис, который я позволю себе высказать, да? То, что когда мы говорим об эмансипации, надо уточнить, что же мы имеем в виду, да? Что такое освобождение? Освобождение в первом приближении – это освобождение от редукции, то есть от сведенности к чему-то, потому что иначе непонятно, как нам освобождаться, если мы не знаем от чего. Можно перепутать, да? Случайно освободиться от чего-то не того, и получится что-то не то, что мы хотели. Да, затем либеральный феминизм, анархистский феминизм, либеральный феминизм – тоже очень широко представленное течение в современности, в России оно сегодня набирает популярность. Дьердро Хоган говорит, но она высказывает такое тактическое предложение о том, что если либеральный феминизм нравится многим женщинам повседневности, и эти женщины боятся слова «анархизм», можно поддержать в риторике это направление и сделать уточнение многозначительное – «Но мы хотим большего». То есть они скажут «Вау, либеральный феминизм», а анархистки скажут «Да, мы хотим либеральный феминизм» и кое-что еще. И все скажут «Вау, вау, вау» тогда. Ну то есть это такое предложение по борьбе, как нам с этим быть. Не знаю, как комментировать это, предоставлю это вам, но это встречается в текстах. Что не нравится анархофеминисткам в либеральном феминизме, помимо того, что в нем совпадает с радикальным феминизмом, это я уже не буду перечислять заново, прежде всего то, что либеральный феминизм ведет феминизм не как стратегию эмансипации метрополитической, а как некий образ жизни. Это некая культурологическая концепция, и здесь не артикулируется противостояние принципу власти в целом, которое находит отражение в разных областях, в том числе в гендере. И поэтому структуры, которые заинтересованы в сохранении этой власти, фактически сохраняются, и они не попадают в ситуацию опасности. И в принципе некоторые женщины действительно попадут на посты премьер-министров, или депутатов, или президентов. Но здесь, говорят анархофеминистки, надо понимать, что угнетать женщин выгодно не только мужчинам, есть некоторые мужчины, которые это осознают, но также это выгодно и тем структурам, от которых либеральный феминизм никак нас не избавит. Это рынок, например, или что-то еще, что позволяет власти воспроизводиться. И Сьюзен Браун, в частности, критикует либеральный феминизм, именно с этих позиций утверждая, что у либерального феминизма нет никаких определенных характеристик, никаких определенных тактик по преодолению власти, по антиавторитарной критике власти и доминирования. То есть феминизм распознает только угнетение женщин мужчинами, но никак не обобщает это в какой-то вывод конструктивный. И вот, например, у Бетти Фриден, у либеральной феминистки, мы находим такую позицию, что нет ничего особо плохого во власти, главное, чтобы мужчины и женщины принимали одинаковое участие в гонке за властью. То есть чтобы они были на равных. То есть женские права нужны для того, чтобы уравнять женщин и мужчин в погоне, в состязании, или в погоне за какими-то материальными капиталистическими благами. Но это вот в основном критика либерального феминизма. Гораздо сложнее все с марксистским феминизмом. Это последний пункт противостояния, последний пункт, который необходим для того, чтобы мы подошли наконец к определению, собственно, концепции анархофеминизма. Ну, вот, например, авторы Шеннон и Рог, которые часто пишут на эту тему, и их имена мне постоянно попадались и на Академии, и в сборниках, они, ну, прежде всего, естественно, критикуют марксистский феминизм за экономический редукционизм. То есть все сводится к экономике, будет преодолен капитализм, значит, пусть решена проблема угнетения. И, конечно, в более поздних вариантах марксизма, более поздних вариантах марксистского феминизма, говорится уже о том, что экономика действительно не просто сама по себе угнетает, она еще и детерминирует cultural superstructures, но все равно как-то это не проработано, оказывается. И вот здесь мне хотелось бы уже от себя добавить некоторую критику, критику субъектности в марксистском феминизме. Это не совсем очевидно, я не уверена в том, что здесь нет противоречий, но это просто размышления, которые я сейчас предложу. Вот если мы посмотрим на трудящегося, на фигуру трудящегося в марксизме, то мы увидим, что речь идет прежде всего о коллективном субъекте. Это некий коллективный субъект, который освобождается примерно следующим образом. Коллективный субъект осознает себя в качестве угнетенного, коллективный... Точнее, нет, сначала коллективный субъект осознает себя в качестве коллективного, потом он осознает себя в качестве угнетенного коллективного субъекта, потом он осознает необходимость борьбы против угнетения, и потом он свергает угнетателя. И вот здесь марксистский феминизм и марксизм останавливаются и говорят, что ну вот, угнетатель свергнут, И это наша цель, и она достигнута. И если говорить о марксизме, то здесь вот этот трудящийся субъект освобождается от игол-монетателя для того, чтобы учредить диктатуру пролетариата, ну или диктатуру трудящихся. То есть он освобождается в качестве несвободного трудового народа, который хочет стать свободным трудовым народом. И цель каждого — участвовать в труде на благо государства или риторически на благо общества, и так далее, и так далее. Здесь есть парадокс, точнее несколько парадоксов, и вот что бросилось мне в глаза. Если нет капитализма, ну на самом деле это я нахожу вот у Александра Скирды, как освобожден пролетариат, если нет капитализма. И пролетариат — это по определению пролетариата, Скирда обнаруживает это противоречие, анализируя НЭП, и иронично указывает на Ленина, возвращающего капитализм, чтобы вернуть пролетариат. Действительно, цитата Ленина такая есть, кому интересно, я могу ее прислать. Это фантастически выглядит и очень весело. Такая нетривиальная задача, да? То есть чтобы достигнуть государства с диктатурой пролетариата, приходится вернуть капитализм. Ничего не поделаешь. И вот здесь не совсем понятно, кому и зачем освобождаться. Эта мысль у меня была очень много лет. Кому и зачем освобождаться, что такое освобождение? Как я сказала выше, высказала предложение о редукционизме, сейчас его раскрою дальше. То есть для марксизма фактически не существует субъективности, субъектности за пределами политэкономической субъектности. То есть каждый раз у нас субъект – это только некто, являющийся действующим лицом в экономике. Может быть, в этом кроется причина того, почему в стольких экспериментах с марксизмом неизменно получалась какая-то ерунда субъекта. Я не знаю, мне кажется, что это может быть связано. Почему всякий раз возникала какая-то некая абстрактная трудовая единица, которая должна была вкалывать на заводе, перевыполнять за 15 минут пятилетние планы. И вся его забота должна была сводиться к тому, чтобы стать хорошим трудящимся. Может быть, это связано с тем, что у нас возникает здесь некий замкнутый круг субъектности трудящегося. Ты был не свободным трудящимся, нарушались твои права, у тебя был плохой хозяин, теперь у тебя нет хозяина, у тебя права не нарушаются, твои права защищены. Но ты по-прежнему только трудящийся и больше никто. И здесь, конечно, я бы сослалась в очередной раз на свой любимый фильм по этой теме. Это фильм Анджей Вайда «Человек из мрамора», где Матеуш Беркут, ударник труда из Сахановец, попадает в эту как раз ситуацию, где когда у него начинают возникать первые ростки собственной субъектности, он тут же деконструируется вообще как какой-либо субъект, исчезает и полностью уничтожается. Остается только его мраморная скульптура, которая прославляет его в качестве вот этого элемента экономического. Здесь есть некоторый парадокс, как мне кажется, марксистской субъективности. Если, в чем же тогда состоит освобождение трудящегося, если труд и есть, то к чему его сводит угнетатель? Ну то есть это такая очень простая мысль. Что такое угнетатель? Это сводить человека к функции. Если человек сведет к функции, то он должен освобождаться, выходя за пределы этой функции. Если он в пределах нее остается, просто его права теперь защищены, и государство делает все, чтобы он там теперь себя чувствовал комфортно. В чем тогда заключалось шплетение? И вот это меня интригует. Несколько лет уже, всякий раз, когда я анализирую советский дискурс и околосоветский... Ну, это есть и в марксистском феминизме. Марксистский феминизм видит женщине-работницу, мать, единицу общества. Это очень важные качества, в которых женщина существует и которые определяют ее личный опыт, но женщина защищена в этих качествах риторики марксизма, нужно ее в этих качествах максимально окружить заботой. У нас и этого сегодня нет, конечно, но в этом образе женщина не перестает быть все равно сведенной к этим абстракциям. Она остается женщиной-матерью-работницей, просто теперь ей классно в этих ролях, а не плохо, как было раньше. Теперь у нее есть секрет, у нее есть 8 часов рабочий день, еще что-то, еще что-то, и она остается в этом же состоянии. Не потому ли женщина во всех авторитарных квази- или просто социалистических, я уже не знаю о системах, действительно была репрезентирована только так? Если мы посмотрим кинематограф, посмотрим литературу, мы видим ее только такой, а не какой-то еще. И может быть не случайный Сталин был тому виной, как часто говорят, что вот пришел плохой Сталин, и все испортил. Может быть в этом есть что-то в самой структуре марксистской субъектности, субъективности в данном случае, что приводилось с неизбежностью к постоянному попаданию в эту ловушку. И таким образом, во всех этих проектах женщины это либо пролетарки, ну то есть если говорить о предыдущих проектах, пролетарки, трудящиеся, и они сведены к этому качеству, и вне этих качеств у них нет других сценарий бытия. Либо это женщины-женщины, как в радикальном феминизме, отстаивается некая гендерная принадлежность, хотя на самом деле мы же говорим всегда о том, что гендерная принадлежность это и есть форма угнетения. Замкнутость нас в гендерной принадлежности это и есть то, как нас подавляет система. Мы хотим выйти за пределы гендерной принадлежности, и здесь я ссылаюсь как раз на Лесли и Фримен, которые как раз отмечают вот эту проблему. Женщины это что? Это клетка, из которой мы хотим выйти, или это идентичность, которую мы ассоциируем со свободой? Здесь тоже не очень понятно. Либо женщины это гражданки, то есть третий сценарий, надо служить государству, выполнять долг и прочее. И ни в одной из этих идентичностей, ни в одной из этих форм субъектности, даже если страдания преодолеваются, повторюсь, не происходит, собственно, выхода из этих идентичностей как из клеток. Просто с окон сняты решетки, плохой хозяин ушел, стражников нет, но это не свобода. Это не свобода, о которой говорит анархофеминизм. И таким образом мы подходим к завершающему пункту моего доклада. Это проблема личности в анархизме, концепция личности в анархизме. Понятно, и это общее место, что анархизм отстаивает личность. И здесь обычно начинают хихикать марксисты и много кто еще. И не очень прописано, что же это значит. Что значит личность в анархизме. И я не претендую сейчас дать окончательный ответ на это, я предложу лишь свое размышление на эту тему. Каким образом мы можем мыслить личность не с точки зрения античной метафизики, не с точки зрения аристотелевской метафизики, или не с точки зрения каких-то религиозных концепций, которые в данном случае, в данном дискурсе оказываются реакционами, а в революционном смысле. Как мы можем помыслить личность? Потому что мы пойдем в марксизм, там личность исчезает, потому что мы материалисты, у нас есть детерминизм тотальный, экономический, социальный. А как возможно в этом детерминизме личность не ясна? И это не проясняется и не проблематизируется. Мне кажется, мы должны это проблематизировать таким способом, чтобы не сойти случайно с материалистических позиций, оставаясь последовательными в анархистской риторике. И вот здесь интересно то, что анархисты не спорят с тем, что говорят о субъекте марксисты. Да, человек это представитель класса, да, он ввергнут в процессы труда и капитала, да, он ввергнут в экономическую систему, он ей детерминирован. В конце концов, марксисты спорят с тем, что кроме этой детерминированности есть что-то еще. Поэтому они отрицают концепцию личности. И, как я уже сказала, хихикуют именно в этом месте. Что имеют в виду анархисты? Я сейчас просто предположу. Вероятно, речь идет о некой таковости, какой-то конкретности, штирнеровской конкретности человека. Но как мы можем ее помыслить? Что же это, какая-то душа, что ли, какая-то там вселенская сущность? Конечно, нет, да, мы не имеем права вставать на эти позиции, особенно после катастрофического опыта XX века. Вероятно, можно было бы предложить такой концепт, как апостериорная таковость. То есть таковость после опыта, таковость после детерминированности. После того, как нас какими-то сделала система, экономическая система угнетения, политическая система угнетения, вероятно, в нас сохраняется еще какой-то потенциал, как в специфических существах, способных к свободе. Потенциал к тому, чтобы попасть таки в некую собственную конкретность, не соответствующую с теми ролями, которые уготовлены нам капиталистическими сценариями или государственническими сценариями, или патриархальными сценариями. И ради возможности прикоснуться к этой конкретности, собственно, и происходит освобождение, освобождение от всех этих вот идентичностей. И это гораздо более логично, чем просто убрать прутья из окна, да, или выгнать надзирателя, или поставить туда партию, например, хорошую, добрую партию. В философском смысле речь идет о некой оппозиции, категории, абстрактной и конкретной, или актуальной и потенциальной, кстати говоря, здесь с двух позиций можно на это посмотреть. И угнетенность я бы определила как невозможность прорваться за навязанное актуальное к бытию. Ну, то есть у нас есть сценарий некий, как сказать, предзаданный, да, и мы не можем попасть к своему конкретному. В этом сценарии мы зациклены, как экспедиция у братьев Стругацких, да, которые попадают во временную петлю. Мы все время оказываемся в этом сценарии, и мы постоянно повторяем одно и то же действие, и так и не попадаем в себя. Мы не случаемся в своем конкретном, о котором говорит Штирнер. Если, конечно, ставить себе такую сверхзадачу, как подсоединить Штирнера ко всей территорике. Мне бы этого очень хотелось в связи с моими симпатиями к Штирнеру. Но, не знаю, то есть бытие фактически недоступно угнетенным из-за того, что так сделали их угнетатели. И смысл в том, чтобы разрушить эту преграду и выйти к возможному каждого конкретного. То есть к каждому конкретному есть некое возможное, через которое это конкретное может осуществиться в этом качестве, за пределами тех ролей, которые создаются детерминацией, или системой детерминации экономических и политических. И с этой точки зрения личность для анархизма – это как раз выход из идентичности. И потому мы попадаем как раз здесь в ту проблему, которая активно обсуждается сегодня в Фейсбуке. Во всяком случае, роль идентистов в интерсекциональной теории. Разрушают они анархистское движение или помогают они анархистскому движению? Я здесь позволю себе высказаться по этому вопросу, поскольку я не писала об этом тексте в Фейсбуке, и не встреваю в эту полемику, но раз уж у меня есть такая возможность, скажу сейчас. Здесь на самом деле об этом думали уже разные ребята и девчата. И идентисты – это фактически сторонники интерсекционального подхода, которые говорят о том, что у каждого есть какая-то идентичность. Там кто-то женщина, кто-то относится к сексуальным меньшинствам, кто-то к этническим меньшинствам. Так вот, мы могли бы выделить две группы идентистов так называемых. Одни идентисты говорят – это моя идентичность, это моя личность, и я рад, или рада, и я буду всячески украшать эту комнату, в которой есть своя специфика. Например, я женщина, мои стены покрашены в такой цвет, я буду это всячески репрезентировать как свою самость. Или я представитель какого-то этнического меньшинства или такой-то этнической группы, и я буду отталкиваться в определении самого себя или самой себя от особенностей этого качества. И это действительно весьма реакционный подход, потому что если ты украшаешь комнату своей идентичности, воспринимая это как способ найти себя, то не нужна и революционная борьба, и не нужна какая-то борьба с властью, с властью в разных ее ипостасях. И не нужно вообще ничего. Можно просто созерцать красоту этих стен, красоту этих комнат. Но есть и другая стратегия идентизма. То есть когда мы вдруг, и это мне кажется принципиально важным по опыту моему собственному и по текстам, с которыми я работала, когда мы вдруг понимаем, что именно мешает нам в полной мере включиться в общечеловеческую борьбу за освобождение. То есть одному мешает то, что он сведен к этнической идентичности. И сначала он должен освободиться от нее, и затем в качестве свободного и готового к борьбе человека включиться в этот процесс. Другому человеку мешает то, что она сведена к роли женщины. И она не может выйти за пределы этой роли, не выйти за пределы этой роли, включиться в этот процесс. Она должна выйти. То есть сначала нужно познать нечто, от чего освобождаешь, и затем от этого освободиться. То есть, грубо говоря, эти идентисты, они хотят не остаться в этих идентичностях, а познать их, чтобы преодолеть. И с этой точки зрения, те группы роста самосознания, которые проходили в Америке, в Европе в второй половине 20 века, можно расценить не просто как любование своими травмами, в чем часто упрекают анархисты-мужчины анархисток или феминисток, в принципе, а как попытку понять, от чего нам надо сначала освободиться, что нам надо преодолеть, чтобы вместе создавать нечто, чтобы включиться в творческий процесс и прийти к свободе. Не освободившись от этого, мы не можем это. Не преодолев гендерную, патриархальную социализацию, женщина не может сказать слово. Женщина не может участвовать в борьбе. Женщина не может написать текст. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы неким образом войти в поток истории и ощутить его, она должна сначала преодолеть эту идентичность, навязанную ей в качестве угнетения, преодолеть собственное угнетение, для того, чтобы сделать всякое свое конкретное, в это уникальное, штернеровское. Не случайно я говорила выше о том, что Мансене штернерианка, и многие были таковы. То есть некое потенциальное должно быть достигнуто, и с этой точки зрения проблематика вообще идентичности оказывается весьма революционной, отнюдь не реакционной, как часто упрекают анархисты сегодня в Фейсбуке интерсекциональную теорию. То есть вопрос, как мы с ней работаем, как мы ее готовим, что мы с ней делаем. Используем ли мы ее для того, чтобы отдохнуть и насладиться нарциссизмом, или же мы ее используем для того, чтобы помочь друг другу пережить трудное и войти в эту стратегию освобождения. И, соответственно, вот этот выход за поставленные пределы можно, наверное, считать некой целью эмансипации. То есть что мы имеем в виду под ней? Наверное, это. Не знаю. И, наверное, так возможна та единственность, да, та единственность, к которой мы стремимся. Что мы можем сделать в этом освобождении, да, в этом освобождении от идентичности? Это мой последний тезис, потому что некие выводы, да, к которым я перехожу. Вероятно, мы можем преодолеть те пределы, которым мы сведены в каждом из своих угнетений, и отрефлексировать свой способ получения травм. Вот здесь я процитировала бы автора Роксану Дунбар-Ортиц. Она говорит следующее. Угнетение – определенный социальный феномен, и при этом он очень индивидуально переживается каждым человеком, оставляя свой след на этом человеке. То есть фактически, когда мы преодолеваем угнетение, мы должны прорефлексировать, как именно в нас этот вид угнетения, какой именно след он оставил, изучить этот след для того, чтобы понять, как он будет заживать, как мы будем его заживлять. Во-вторых, по нанесенным вот этим вот вмятинам, да, угнетениям, мы можем установить некий ландшафт исходных себя, но не в том смысле, что аристотелевская сущность какая-то исходная, да, я повторюсь, потому что меня уже в прошлый раз обвиняли в аристотелизме или в чем-то еще по этому поводу, в метафизике. Нет, речь идет о том, что мы должны посмотреть, где остается вот эта чистая детерминированность экономикой, культурой, языком, политикой и прочим, и это будет некий исходный стартовый какой-то вот лист, да, по которому мы уже сможем что-то писать. И в этом отношении последнее, что нам остается сделать, как освобожденным людям уже, да, это создать некий свой индивидуальный узор на этом листе поверх тех детерминаций, которые произведены над нами, и этот индивидуальный узор, вероятно, и станет той единственностью и его собственностью, которая, ну, в общем, в анархизме, наверное, провозглашается целью освобождения. Ну, на этом, наверное, закончу. Спасибо за внимание.